Привет, комрады! Этот обзор – продолжение обзора на M11-28 Striker. Я говорил, что особое внимание занимает низкопрофильная турель, которая используется с M11-28, и на что будет отдельный обзор. Поэтому сегодня я расскажу про проект низкопрофильной турели Low Profile Turret, сокращенно LPT, чтобы у вас была общая картина, что это за разработка, почему она не прижилась и почему все же ее решили использовать на Страйкере. Также напомню, что для любителей огнестрельного оружия мы подготовили обзоры на канале Loaded Gun, ссылка в описании. Если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это можно через Patreon, ссылка в описании, или через кнопку спонсорства здесь на YouTube. Также не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! В 2007 году США приняли на вооружение бронированную боевую машину, которая также называется мобильная артиллерийская система M11-28 Striker. Характерной чертой этой машины является оригинальный боевой модуль с пушкой калибра 105 мм. Основное вооружение машины установлено на особой турели, вынесенной за пределы корпуса. Это позволило облегчить боевой модуль, а также повысить уровень защиты экипажа. Следует отметить, что такой боевой модуль появился не сразу и разрабатывался не для M11-28. Оригинальная башня для M11-28 является логическим продолжением проекта Low Profile Tourette, сокращенно LPT, который разрабатывался несколькими структурными подразделениями конгломерата TL-1 Technologies в 80-х годах. Идея создания танка или самоходной артиллерийской установки с вынесенным вооружением давно привлекает внимание военных и конструкторов. Подобная компоновка боевого модуля сулит массу преимуществ, хотя и связана с рядом сложностей технического и технологического характера. Использование турели с орудием вместо классической башни позволяет облегчить бронемашину, уменьшить ее лобовую проекцию, понизив вероятность поражения, а также обеспечить более высокий уровень защиты экипажа и боекомплекта. Одновременно с этим требуется создать автоматическую систему заряжания орудия, а также комплекс средств для наблюдения за обстановкой и прицеливанием. Видя преимущества боевой машины без башни, специалисты компании Тел-1 в середине 80-х годов начали разработку проекта LPT. Целью проекта была разработка боевого модуля с использованием новых автоматизированных систем, пригодного для установки на существующие и перспективные бронемашины. В частности, рассматривался вариант комплектации модулем LPT, танков М-60, Центурион и других. Предполагалось, что замена родных башен на блок LPT позволит как сохранить огневую мощь на прежнем уровне, так и повысить прочие характеристики за счет экономии веса. Проект LPT предлагал демонтировать станка, который модернизировали, родную башню и поставить новый боевой модуль на имеющийся погон. Архитектура модуля позволяла разрабатывать различные варианты, пригодные для использования с танками разных типов. При этом общая компоновка боевого модуля LPT оставалась одинаковой. Для установки на стандартный погон модуль имел круглую опорную платформу, к которой предлагалось крепить все агрегаты. На верхней ее поверхности должна была располагаться пушка в специальной установке, а на нижней предлагалось крепить подбашенную корзину со всеми необходимыми агрегатами. Таким образом, командир, наводчик и боекомплект переносились внутрь корпуса машины, а за его пределами оставались только орудия и механизмы наведения, защищенные броневым кожухом. В подбашенном пространстве боевого модуля должны были размещаться рабочие места экипажа и боекомплект. Командира и наводчика предлагалось поместить справа и слева от оси корпуса соответственно. По центру подбашенной корзины со сдвигом корме разместили механизмы автоматики заряжания. Командир и наводчик должны были получить собственные люки в крыше обитаемого отделения, а также набор приборов для наблюдения и управления огнем. Боевой модуль LPT предполагалось оснастить самым современным прицельным оборудованием. Так, наводчик должен был использовать двухканальный дневной и ночной прицел с передачей видеосигнала на монитор, установленный на его пульте. При необходимости сигнал с прицела мог передаваться и командиру. Развитие технологий и военной электроники позволяло использовать в составе системы управления огнем современные цифровые блоки. Для наблюдения за обстановкой командиру полагался перископический прибор, установленный на его люке. Несмотря на использование вынесенной турели с орудием, командирский перископ по расчетам обеспечивал обзор сектора шириной 330 градусов. Перекрывалась лишь небольшая зона слева сзади, где находились крепления орудия. Проект Low Profile Turret разрабатывался с целью переоснащения устаревающих танков, что сказалось на составе вооружения боевого модуля. В качестве главного калибра была выбрана нарезная пушка М68А1 калибра 105 мм. Орудие предлагалось оснастить дульным тормозом и противооткатными устройствами. Такая артиллерийская установка должна была устанавливаться в качающейся турели, смонтированной на крыше боевого модуля. Из-за выбранной компоновки на турели предусматривались агрегаты системы автоматического заряжания и выброса стрелянных гильз. Большой интерес представляет автоматика заряжания, предложенная специалистами компании Teledin. Весь боекомплект предлагалось помещать внутри бронекорпуса. Снаряды должны были покидать его пределы только при подготовке к выстрелу. Из нескольких вариантов автомата заряжания были выбраны механизмы револьверного типа. Внутри обитаемого объема расположили барабан с девятью ячейками для унитарных снарядов. За барабаном имелось подающее устройство, вынимавшее снаряд из барабана и поднимавшее в турель на линию досылания. Далее снаряд автоматически помещался в камору и орудие было готово к выстрелу. После выстрела гильза должна была выбрасываться через люк в кормовой части турели. Система управления автоматом заряжания должна была обеспечивать поиск и заряжание снаряда нужного типа по команде наводчика или командира. Механизмы позволяли не только заряжать оружие и выбрасывать гильзы, но и при необходимости извлекать снаряд из каморы и возвращать его в барабан. Использованная автоматика могла обеспечить скорострельность на уровне десяти выстрелов в минуту. Размеры боекомплекта пушки М68А1 зависели от свободных объемов, которые можно было отдать под размещение снарядов. Предполагалось, что после освобождения ячеек в барабане, экипаж должен будет вручную укладывать в них снаряды необходимого типа. Помимо пушки, на турели предлагалось смонтировать спаренный пулемет М240, калибра 7,62 мм, с боекомплектом в тысяча патронов. По желанию заказчика, командирская башенка могла комплектоваться турелью с пулеметом М240, М2 Браунинг или автоматическим гранатометом калибра 40 мм. Известно о разработке двух вариантов боевого модуля ЛПТ, предназначенных для установки на бронетехнику различных типов. Они известны под условными названиями «Лайт» – легкий и «Хэви» – тяжелый. Основные отличия этих модификаций заключались в габаритах, массе и некоторых других параметрах. Состав вооружения, оборудования и экипажа были одинаковыми. Легкий вариант «Лоу-профайл Туретт» предназначался для установки на танки с диаметром погона 1,85 метра и весил 4354 килограмма. Максимальный диаметр крыши этого модуля достигал 2,08 метра. Диаметр подбашенной корзины – 1,59 метра. Электрический привод мог вращать такой боевой модуль со скоростью до 40 градусов в секунду. Тяжелый вариант «Лоу-профайл Туретт» предлагалось устанавливать на танках с диаметром погона 1,93 метра. Такой боевой модуль имел массу 5806 килограмм. Максимальный диаметр крыши составлял 2,28 метра. Крупнее была и подбашенная корзина диаметром 1,69 метра. Ввиду увеличения массы в сравнении с вариантом «Лайт», тяжелый модуль мог вращаться со скоростью до 35 градусов в секунду. Известно, что было построено несколько макетов и прототипов боевого модуля «Лоу-профайл Туретт». Эти модули использовались в различных испытаниях на базе шасси нескольких типов. Но, несмотря на все усилия, предлагаемый боевой модуль не заинтересовал потенциальных заказчиков. Эксплуатанты танков, способных нести модуль LPT, предпочитали модернизировать свою технику при помощи менее смелых и революционных разработок. Уже после завершения работ по проекту LPT, с закрытым ввиду отсутствия интереса со стороны заказчиков, одно из подразделений компании Теладин, занятое в проекте, было продано концерту General Motors. В начале 2000-х годов там вспомнили про оригинальный проект и решили использовать его при создании комплекса вооружения для перспективной самоходной артиллерийской системы M1128 Striker MGS. Ну а что из этого вышло, я рассказывал в предыдущем обзоре. Кто пропустил, ссылка в описании. Вот что собой представляет разработка Low Profile Tourette. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока. Мирного вам неба.